Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. У нас сегодня 16 февраля 2024 года. Сегодня главная новость сегодняшнего дня. Это смерть, а вероятнее всего, как об этом свидетельствует ряд источников, убийство российского блогера, оппозиционера Алексея Навального, который отбывал заключение в российской колонии под названием «Полярный волк» возле поселка Лабытнанги. Это колония, где он содержался последние годы и где, в последнее время, прошу прощения, где 27 раз он уже отсидел в ШИЗО в Кремле, пока не комментирует эту ситуацию. Тем не менее, президент США Джо Байден уже вышел на экстренный брифинг. Откомментировал эту ситуацию также Камал Харрис, вице-президент США, находящийся с визитом в Германии, которая выступает на Мюнкенской конференции по безопасности, также дала свои комментарии. Соратники умершего блогера заявляют о том, что, вероятнее всего, это было убийство. Итак, что известно на сегодняшний момент и почему появляются версии с высокой долей вероятности, свидетельствующие о том, что Алексея Навального все же убили. Еще раз повторюсь, здесь я не буду давать оценок его как личности, поскольку, как говорится, о покойных либо хорошо, либо никак. У меня собственное отношение к блогеру Алексею Навальному, я его неоднократно высказывал и на странице своих соцсетей, и на Ютубе. И я расскажу и поделюсь своими оценками с вами позже. А сегодня, поскольку сегодня день его смерти, давайте будем говорить сухо о фактах. Алексей Навальный считался самым главным соперником Владимира Путина, и хотя он не принимает участие, уже не принимал в прошедшем времени участие в последних президентских выборах в связи с фактом его осуждения, тем не менее в Кремле велик был соблазн зачистить поляну. Я не знаю, насколько будет уместна эта аналогия. Понятно, она может быть в определенной мере притянута, но если мы проводим параллели с Иосифом Сталином, с режимом которого все чаще сравнивают путинский режим, у Сталина также был свой непримиримый враг, которого он стремился уничтожить на протяжении многих лет. И тоже его, кстати, держал в заключении. Правда, потом выпустил за границу, как и Навального, но только он не вернулся. Ну, фамилии вы уже догадались, этого непримиримого оппозиционера сталинского режима. Звали его Троцкий, настоящая фамилия Бронштейн, уроженец Украины, тогдашней Херсонской области. И вот, собственно говоря, Сталин его смог убить. Правда, уже в более преклонном возрасте. Произошло это за год до вторжения Германии в Советский Союз, в 1940 году в далекой Мексике. И, как известно, ледоруб агента Меркандера достиг такие демона революции, как его называли, Троцкого, и пробил ему череп, из-за чего, собственно говоря, он и умер. И тогда также товарищ Сталин, как считается, написал передовицу в газете «Правда», где он лично потратил время для своего врага, для того, чтобы не скрывая торжествовать по поводу его смерти. В данном случае, основной враг Путина не находился за границей, хотя у него были для этого возможности. Практически он повторил здесь судьбу Троцкого. Сначала его здесь пытались также убить, потом он уехал на лечение в Германию, но потом решил вернуться. И, собственно, это решение стало для него в конечном итоге роковым. Чем был опасен Навальный для российского диктатора? В первую очередь тем, что он представлял из себя, ну, не корректно говорить, альтернативный центр власти, но, по крайней мере, он представлял для себя единственную реальную альтернативу путинскому режиму в случае его краха. На Навального ориентировалась незначительная, но активная часть российской оппозиции, опять же, которая расколота в данный момент. И еще раз повторю, не хочу здесь давать оценок Навальному, особенно его окружение, которое называют «навальнистами», но, тем не менее, он имел достаточно серьезную узнаваемость в западном мире, естественно, которая активно подогревалась СМИ, активно подогревалась с западными политиками. Можно сколько угодно спорить относительно реальной популярности Навального в России. И рейтинги, которые проводились, опять же, с оговоркой то, что любая социология в России, она сильно искажена, она не может быть объективна. Понятно, что Навальный с его повесткой не мог рассчитывать, даже в честной борьбе, если, предположим, идеальные условия, он бы соревновался с Путиным, он бы не смог сейчас победить его из-за многолетней, десятилетней ведущейся в России пропаганды. Но, тем не менее, Навальный, еще раз повторю, в случае любого кризисного сценария, предположим, он находится в тюрьме, с Путиным что-то происходит, он умирает, возникает какая-то нестабильность режима. Запад, оппозиция активно давят. Опять же, незначительная российская оппозиция здесь существенной роли сыграть не могла. Но, предположим, Россия терпит серьезное военное поражение на этом фоне. И тут возникает кризисный сценарий. Кто в этот момент может возглавить Россию? Навальный стал бы точно одним из претендентов. Никакого реального смысла, я говорю, с точки зрения рациональной, убивать врага своего, Путину, кроме личной сатисфакции, по большому счету, не было. Но здесь есть один важный момент. Путин, если мы исходим из того официальной версии, опять же, которая вызывает очень много сомнений, официально время прогулки, около часа дня по местному времени, Навальному стало плохо. И приехала скорая, причем по сообщениям, опять же, СМИ, не знаем, сколько ей можно верить, это Россия, через 7 минут она уже была в колонии. В то время как минимальное время доезда, опять же, утверждается, как говорится, я не могу поручиться за правдивость этой информации, якобы около 20 минут. Ну вот, по утверждению, через 7 минут она уже была, осуществляла реанимационное мероприятие, но в 14.17, как сообщается, Навальный уже официально скончался. Что вызвало первое сразу сомнение и подозрение то, что без вскрытия бригада тут же заявила о том, что причиной его смерти, скорее всего, стал тромб. Эту информацию немедленно, буквально меньше, чем через 2 часа после смерти Навального, начали разгонять кремлевские помойки, вот эти симоньяновские, соловьевские. Безапелляционно, что он умер от отрывавшегося тромба. Чисто теоретически, учитывая даже его относительно молодой возраст, ему было всего лишь 47 лет, он имел серьезные проблемы со здоровьем. Напомню, 27 раз он отсидел в ШИЗО. Огромное психологическое давление, невозможность получения качественного медицинской помощи. В любом случае, она подорвала здоровье и полностью отрицать эту возможность, безусловно, нельзя. Однако, на противоположной чаше весов мы знаем и без конспирологии то, что в Кремле с советских времен активно работали различные технологии, разабатывавшие яды, которые не оставляют никакого следа и которые в том числе могут вызвать формирование тромба, а затем вызвать эффект оторвавшегося тромба, что приведет к смерти человека, которого необходимо ликвидировать. Опять же, когда будет произведено вскрытие, через какое время все это произойдет, когда тело передадут семье, сможет ли она провести независимое вскрытие. Одним словом, тут огромное количество вопросов, если, 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 но еще раз повторю, сделай так, чтобы совершенно здоровый человек умер от того или иного сердечного заболевания и не обнаружит никаких следов, а тело передадут эти спустя несколько суток для Кремля и кремлевских лабораторий, ФСБш никакой сложности, собственно говоря, не представляет. Путину, безусловно, с нормальной точки зрения убивать Навального смысла не было. Но у него есть резон, на самом деле, какой вы спросите? То, что Путин сейчас, после того, когда были сняты все, гипотетически даже, какие-то антивоенные кандидаты, как тот же Борис Надежин, которого я называл антивоенный с изрядной долей скепсиса, безусловно, Навальный, безусловно, своими даже заявлениями из-за решетки, которые бы транслировались активно на зарубеж, а оттуда возвращались бы в Россию, мог бы очень серьезно попортить картину пятого переизбрания Путина. То есть помешать, безусловно, нет, но попортить, испортить все это, да, вполне. Опять же, еще раз повторю, как Троцкого ненавидел абсолютно беспричинно, вот такая лютая, совершенно немотивированная ненависть к своему бывшему сопернику, как его ненавидел Сталин, так же Путин, можно не сомневаться, как животное, у него была такая животная, абсолютно необъяснимая ненависть в отношении Навального. Четкий сигнал, его убийство, возможное, которое произошло в день открытия Мюнкенской конференции по безопасности, и здесь кремлевские людоеды все точно рассчитали, это сегодня топ-тема, я смотрел сегодня заголовки западных СМИ, все, безусловно, об этом пишут, Камала Харрис выступила и обвинила Кремль, естественно, президент Байден вышел на свой брифинг, срочный, тоже беспрецедентное событие, смерть это не убийство, он не назвал убийством, он просто сказал, что Путин несет ответственность за смерть, он сказал, за смерть Навального, то, что произошло с Навальным является еще одним доказательством жестокости Путина, никто не должен обманываться ни в России, ни где-либо в мире, Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели, из того, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасное преступление против своего собственного народа, ну и все другие мировые лидеры, Риши Сунак, Олаф Шольц, все выражают сочувствие близким, Алексея Навального и возлагают ответственность за его смерть на Путина. Что интересно, опять же, если мы проводим все эти вот параллели, Троцкий-Сталин. Есть еще одна интересная история, о ней сегодня сообщил Бильд и также ряд других источников ее вообще подтверждают, а еще ранее о ней писал Wall Street Journal еще в сентябре 2023 года. Оказывается, пока продолжались тайные переговоры американцев с россиянами относительно обмена политзаключенных. В качестве тех, кого планировалось обменять, был Алексей Навальный, которого собирались обменять на киллера российских спецслужб подразделения Вымпел ФСБ Российской Федерации Вадим Красиков, который убил в Германии полевого командира чеченского Зелимхана Хангашвили. Он убил его и отбывает пожизненное заключение в Тиргартене. Так вот, его обменяли, как об этом пишет немецкий Бильд, Навального собирались обменять в ближайшие недели или месяцы. То есть, Вадим Красиков должен был отправиться в Россию, а в свою очередь Навальный должен был отправиться на Запад. И вот это убийство происходит буквально за считанные недели или месяцы до этого обмена. Еще раз повторю, убийство с большой долей вероятности. Путин показывает, что он не остановится ни перед чем, что в России ни имя, ни публичность, ни, если ты мировая знаменитость, никакого значения не имеют. Любого могут убить. Единственное, что тебя может спасти, единственное, что имеет значение, это личная лояльность к диктату. И с этой точки зрения Путин сделал важный сигнал, что он становится беспредельщиком, он показывает, что для него нет никаких красных линий, поскольку он точно знал, что смерть Навального, безусловно, возбудит очень сильно против него западных лидеров. И теперь договариваться с ним, садиться за стол переговоров, в том числе мирных переговоров, по Украине, у западных политиков, ну, практически никаких возможностей не останется. То есть, это намеренная смерть для того, чтобы эти переговоры, в принципе, даже если они рассматривались Кремлем, они состояться теперь не смогут. Ну, и Байден все не выглядит откровенно растерянным. Он сказал, что он был поражен этой новостью. Ну, интересный ответ Байдена, когда ему задал вопрос репортер в Белом доме, он сказал, что в Женеве, они встречались как раз в 2021 году, в Женеве вы предупредили Путина, что он столкнется с разрушительными, он так и сказал, devastating consequences, с разрушительными последствиями, если с Навальным что-то случится в тюрьме. Что за последствия будут для него из-за смерти Навального? На что Байден отвечает, это было три года назад, за это время они столкнулись с серьезными последствиями, они потеряли свыше 350 тысяч своих солдат. Очень странный ответ Байдена, скажите, это не очень сильно тянет на определение разрушительные последствия. Ну, и вообще сегодня Байден провел точно, я вам скажу, не самую лучшую свою пресс-конференцию. Он говорил также о том, что был провален пакет помощи Украине и Израилю, возложил ответственность на конгрессменов и заявил, что история смотрит на палату представителей Конгресса США, провал оказать помощь Украине никогда не будет забыть, часы тикают. Но речь Байдена, еще раз повторю, была не самая сегодня яркая, очень странный ответ он сегодня давал скомканно, а в конце просто развернулся на очередной вопрос, который мы задали и просто ушел, не реагируя ни на что. Ну, а Запад выглядит, будем так говорить, пораженным, расстроенным, но не разъяренным. Не видно никаких признаков того, что смерть Навального каким-то образом понудит Запад к решительным действиям. Однако, если бы западные политики, которые боятся эскалации противостояния с Путиным, хотели отомстить за смерть Навального и все те россияне, которые мечтают о прекрасной России будущего, хотели бы отомстить за смерть Навального, они могут сделать это очень просто. Либо оказать финансовую помощь украинской армии вооружениями, либо в случае с российскими гражданами вступить в ряды вооруженной оппозиции РДК или Легион свободы России и с оружием в руках победить, растоптать путинский рейх. Но, правда, выбор, наверное, такой не совсем очевидный. Что будет происходить в российской оппозиции, предсказать сложно. Вполне возможно, что эта смерть способствует объединению различных групп. Но там есть такие, вот скажем, спойлеры, ребята, которые не очень хотят договариваться, все это окружение Навального, все эти Волковы там и прочие, которые сейчас попытаются перетянуть идеал на себя, но у них нет для этого ни харизмы, ни известности, естественно, ни популярности. Поэтому, скорее всего, никакого объединения в разношерстной российской оппозиционной тусовке так и не случится. А шанс есть. Ну, точнее, я бы сказал, уже в прошлом времени был. Но, вероятнее всего, использован так и не будет. Вот такая у нас сегодня история. Рассказ по поводу Навального. Вернемся, безусловно, когда будет больше подробностей. Громкая история, согласен. Но, еще раз повторю, уже закончим то, о чем я написал сегодня на своем телеграм-канале, что нас, в первую очередь, должна сегодня беспокоить критическая ситуация в Авдеевке и глобальное для всего мира событие. Смерть оппозиционера Навального в Украине событие, скорее, второстепенное. Для нас сейчас важна жизнь наших ребят, наших военнослужащих, спасение жизни наших парней. Вот о чем мы должны думать. И всегда поддерживать ЗСУ, и не просто на словах, а делать донаты нашим парням и помогать им побеждать этот путинский рейх. Поскольку ЗСУ – это единственная сила, которая может разрушить этот страшный преступный режим. Спасибо, друзья, за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте трансляцию. Больше оперативной аналитики на моем телеграм-канале по линку под этим видео. Также подпишитесь там же в видео брифинга и ответов президента Байдена с моими комментариями. Друзья, подписывайтесь на два других канала. Березовец Шорс и разбор полета. Друзья, как всегда, слава Украине, слава ЗСУ, слава Украинскому спецназу, который найдет и накажет путинских военных преступников. И именно так это все и случится. С вами был майор Украинской армии Тарас Березовец, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok